В отчетах руководителей, с которых началась встреча, были озвучены темы ремонта и оснащения учреждения образования, судьба больницы. Что касается последнего, то как отметил первый заместитель главы администрации, то о закрытии лечебного учреждения речи не идет. Одна из важных острых тем – это ситуация с пожарами. АМЗЯ является лидером по их количеству в городском округе. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, началась установка пожароизвещателей. 28 пожарных извещателей – это не конец. Над этим вопросом мы работаем. На сегодняшний день у нас депутаты городского совета откликнулись, оказывают помощь. Мы поэтапно будем устанавливать. Единственное, просим идти навстречу. Некоторые даже две семьи отказались. Также представители администрации отчитались о проведении ямочного ремонта, градировании дорог, озвучили цифры по капремонту многоквартирных домов, строительства сетей газа и водоснабжения. После отчетов у жителей села появилась возможность обратиться к чиновникам напрямую. Одним из первых прозвучал вопрос о возвращении в первоначальный вид после ремонта системы водоснабжения одного из переулков. Просто там не то, что невозможно ходить, там даже ездить невозможно. Там просто вот глава наша, ему неоднократно подходила уже, он мне пообещал, когда будет представиться такая возможность, нам это все сделают. Руководителю предприятия, выполнявшего работы, было поручено немедленно в течение недели все устранить и отчитаться. Еще один из наболевших вопросов – это газификация села. Схема газоснабжения до конца года будет разработана. Вы пишете в Газпромгазпределение, в городе Митиканс, заявление, чтобы вам провели газопровод до 200 метров, диаметром до 50 метров, они обязаны вам построить, но при этом вы только заплатите 25 тысяч за присоединение технологическое. Много вопросов прозвучало и руководитель управления образования. С чего складывается оплата за пребывание в дошкольном учреждении, за чей счет делается ежегодный ремонт и что кроме ежемесячной оплаты родители должны оплачивать. На капитальный ремонт платят 400 рублей, каждый год на игрушки, постельные, но деньги же выделяются. Очень хотят, чтобы вы не рассказали, сколько заплатили, когда заплатили, мы с этим работали. Вот боритесь, пожалуйста. Если вы хотите на улице сижения, уважаемые сельчане, вам все же, как вы сказали, что ни на игрушки, ни на моющей, ни на клавиатом бумагу, где эти дороги должны быть. Немалая доля вопросов и жалоб касалась сферы ЖКХ. Это и ремонты в домах, тарифов за ЖКУ, уборка дворов и улиц. Отсчитаться перед сельчанами пришлось новому директору управляющей компании, жилфонд Тамзя Ивану Черепанову. Вы сейчас мне задаете вопрос, я месяц всего здесь нахожусь. Обследование я провел, работы будут выполняться. Кроме этого, создали сайт на реформе ЖКХ, где будут размещаться планы, в том числе и по текущему ремонту и содержанию. Не обошли стороной проблемы автобусного сообщения и задержки по выплате заработной платы в лесокомбинате. Глава городского округа отметил, что держит ситуацию под личным контролем и, несмотря на возникающие трудности, предприятие будет развиваться. Перспектива у них есть, потому что вот здесь прозвучало со стороны главного инженера, они попадают в инвестиционную программу, хорошую инвестиционную программу. И вот сейчас занимаются именно оформлением земельного участка. Для того, чтобы попасть в программу, земельный участок должен быть в собственности. В целом, встреча длилась почти три часа. На некоторые вопросы жители смогли получить ответы сразу. А часть обращений требует более детального рассмотрения. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Информационная программа «Ежедневник».